доброго всем варвары господа с вами снова риба сегодня у нас очередная серия игры под названием total war atila только что я захватил город автобоем и вы знаете у меня вот уже куй уже смотрите у нас продолжаются волнение такие вообще жесткие волнения это за то что у нас здесь христианство 64 процента до кажется ли сколько там 61 процент давайте посмотрим этот город город называется пту и довольно интересное название и нестабильность минус один заход сложность минус 8 это все влияет на общий порядок разрушение минус 2 это из-за того что у нас разрушены здания и сооружения и конечно же разбойники бродяги и разбойники нарушает общественный порядок смущает ум умы и сидит с семена недовольство господи как с ними бороться так налоги а если мы включим сбор налогов вообще жесть будет прогноз минус 100 здесь у нас минус 95 все-таки она включу налоги пошли в жопу пусть налоги платят а если что-то не нравится их просто-напросто разобьем вернули мы наконец своих женщин и детей друзья вернули так здесь у нас сплочён нас плюс 2 мы можем поставить и боевой дух дальше чем у нас кстати есть усиление натиска боевой дух противника минус 3 этот регион атака ближе бою защита ближе бою урона от выстрелов плюс 10 процентов кстати вот урона от выстрелов тоже довольно интересный да ладно давайте пока что стоики изучим и лояльные это самое главное сплочённость потому что она сплочённость падает из-за того что у нас идет война войны у нас идут давайте вспомним с кем то есть мы воюем с с тремя фракциями это у нас итальянские сепаратисты также королевство ломбардия и герцогство беневента а где они находятся ёптать а они же мне объявили войну я помню да хорошо ну что ж надеваем шлем и всем приятного просмотра что у нас тут а у нас здесь ткани хорошая тоже ресурс 560 золотых монет осталось наверно только сдать ход и после этого мы с вами построим что-то такое знаете тоже связано с общественным порядком и с религией чем больше религиозных зданий тем меньше тех самых религиозных волнений хотя в наше время это наоборот но вы понимаете о чем я говорю жаль что вот в этом дополнение это у нас дополнение великого карла здесь практически можно сказать нету так у нас восстание опять можно сказать здесь нет практически ближнего востока то есть и карту открыть ну часть можно сказать северной африки только видно ближний восток здесь где-то находится побережье среди земного моря его нет с у нас получается из греция европа вся полностью и все ну и скандинавия еще до часть так ладно вот так вот я не знаю затащим эту битву вернее компанию или не затащим но нам предстоит ее конечно же попытаться пройти так карьер карьер влияет на обществ порядок а здесь у нас постоялый двор насколько помню вот в этом провинции у нас нет постояла двора сторожка сторожка здесь у нас сообщить порядок медовый зал а медовый зал у нас тоже в этом районе не до виду зал дает плюс 2 общественно порядка ну и конечно дает еще и гарнизон аварский пикинеры и войны племен позволяет нанимать также аварский пикинеры здесь у нас возможно нанимать агентов ассасинов я где-то кажется уже строил пост постояла двор до прошлой серии вот он кстати и здесь мы можем нанять несколько агентов заговорщика тоже можно до шпиона шамана кстати шаманы тоже могут нам помочь плане того чтобы они они будут распространять нашу религию да так шанс успеха это действие самооборона агента были как же не торгу стоить из честно не лучше тогда буду вкладывать свои инвестиции только-только-только в здание пусть потихонечку общественный порядок как говорится поднимается а здесь у нас наемников нет придется послать сюда войны военное присутствие подождите стоп у нас было минус 10 стала минус а было минус 3 настала минус 10 понятно твою налево как они не достали вот эти вот повстанцы реально достали придется уйти от птуя и попытаться забрать этих ребятишек они кстати у них есть кое-какие дни боевые потери у них опять появляются анагры да ладно прохладно ёптай давай досвидос а вот так вот была горожанская война и ее не стало забираем их полностью отправляем на тот свет пока что хорошо все у нас идет налоговая ставка здесь у нас рвение смотрим дальше дальность перемещения на карте компании так а здесь у нас скорость перемещения в бою давайте дальность перемещения на карт компании так как у нас прошу прощение у нас территория не такая же прям маленькая она намного блин больше чем вот например взять европейские какие-то да а чё у нас тут получается атака военное присутствие минус 8 прекрасно вернемся к дипломатии дорогие друзья мы уже потихонечку улучшили свои отношения с богемии долгие как говорится наши соседи они могут нам помочь но почему-то они хотят заключать с нами торговые союзы соглашения и прочее мы предлагаем 122 золотых монет они предлагают 107 золотых монет хорваты тоже вроде бы ну ладно короче ладно сдадим ход пару ходов сдадим посмотрим кстати у нас там что-то сообщение забыл посмотреть а я вообще думал что вот все мы уже слили эту компания хахать оказывается я правильно решили при принял то что я подчинил своих заклятых врагов я так что вам говорил то что вот все хорошо ребята и нам очередная фракция объявляет войну это у нас христиане да у них религия она у нас ними вообще плохие отношения винить и ладно поехали так у нас еще один беззвучно поставлю расцвет каганата статус аварского каганата боевой дух верность доход от торговли тарифы торговых соглашений плюс 10 процентов все фракции и рост все провинции задание выполнено аварский каганат лидер ваши фракции должен достичь как минимум пятого ранга кстати это хорошая хорошая уже забыл про это задание сейчас я уже вообще на задание не смотрю так ну что ж римас где битвы душу твою мотал да сейчас возможно будет и битвы отправить своего агента вот сюда это кстати был голос хейтер речка только что попытается забрать они пту и поэтому нам надо как-то перекрыть им кислород что ли подход к тую но если мы сейчас будет передвигаться вот по этой территории то у нас будет ней боевые потери а у них довольно хорошие такие бойцы кстати они а где у них генерал их генерал не вижу подождите стоп вот так вот вот они генерал но где-то походу суда спрятался то есть информация генерале я не знаю а может быть поближе встанем ну-ка еще раз я не видно нифига они вообще дебила что ли подождите это кто такие-то хорватия хорватия а это наши бойцы ёпты тут и дрит твою налево это же наши ребятили они короче вот тут сюда пошли да ну ладно можно принципе не бояться давайте еще раз вернемся больным перепутал я короче все перепутал все перепутал ну чё у нас тут и хотите с нами больше этот куда-сюда обратно всем приятно ребятки торговое соглашение право прохода не хотите вообще с нами общаться какие-то вы прям непонятные что ли оборонители союза на хрен с вами сколько у нас денег у нас тысяч 1412 у нас все прям как нам мили вот это я конечно лоханулся с этой хорватии это же наши ёптать которых мы подчинили эту тунь взбунтовали что ли ладно давайте тогда шамана еще наймем шаманчик харатон шанс ранения в случае неудачи самооборона агента ну давайте харатона 27 лет ему до самой такой вот кстати а шанс успеха это действие и улучшение общества порядка моего отправим куда-нибудь на какую-то на какую-то вернее проблемную территорию битвы 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 я знаю что я сам хочу битвы но это тотал вор местами может быть берега попутал что ли это кто к нам пришел без приглашения восстание не минимуме так у нас в хорватии восстание здесь тоже восстание пту и богатый урожай это хорошо плюс 5 общий порядок вот эти вот ребятки кто такие вообще бавария подождите у нас с тобой у нас чего ребятки подождите у нас война берлина так это у нас баваре против богими враг нарушает границы баварцы я с вами блин хотел нормально так пообщаться могли бы просто меня взять и попросить богими а авария что может быть им может быть их перехватить а так они короче объявили войну богими а если мы объявим войну баварии то есть получается мы их просто вас шатнем придется нам их потихонечку попытаться задержать посмотрите они сейчас через нашу территорию попытаться куда-то пройти непонятно куда куда они идут интересно сколько у них вот сюда либо назад либо в богимию до в вену а интерес странно почему и так пошли странные рыбу тюли в нынешней ночи пошли ладно я пока что тактически сюда встану пусть у нас будет вообще с порядок падать пусть опять будет восстанием ничего страшного так а здесь мы будем следить за общественным порядком и прокачиваю агента у нас опять 1300 золотых монет мы можем еще одного агента нанять так защитник а подать чтоб это у нас не агенты это у нас это да так здесь мы никого не наймем хорошо уходим сюда так где это построил то шнеки то эти в сисаке наверно да нет и в сисаке и сак заговорщик хитрость плюс один кошачья реакция в случае неудачи плюс минус 10 процентов кошачья реакция у меня значит что перед глазами нарисовывается когда я читаю это слово кошачья реакция когда кот например идет потихонечку в зале ты сидишь телевиза смотришь там какой-нибудь фильм да или еще что-то и он такой проходит ему это такой ногой так резко делаешь подпрыгивает до потолка вот это вот кошачья реакция ну это у меня первое то что вот пришло на ум так внедрение шанс обнаружения минус 5 процентов это действие давайте 30 летнего возьмем чувачка и будем его потихонечку так повышать шанс обнаружения замаскированных агентов и армии в указанной провинции нам надо его как-то прокачать и потом уже отправить на задание чтобы у нас опять восстание вы посмотрите какая красота друзья мои у нас два восстания приказ представьте их вы ребятки так они вену забрали понятно или вернее они получили люлей нам надо знаете как-то вот и вами битва дизлайк отписка римас и битва ну давайте битву разыграем в этот раз точно по-любому мы выиграем хотя когда говорю по-любому выиграем мы обязательно проигрываем ну вот так вот у меня когда говорю все ребята мы проиграли потом каким-то чудным образом римасенок побеждает но это же римас вы уже наверное привыкли аварские сепаратисты у нас по всей видимости все серии все везде аварские тис все какие-то сепаратисты экстремисты и прочие бомжи хотят забрать власть у римаса благо что в те времена америки не существовало так бы их так вооружили эти американцы я бы хер бы наверно отбился бы да и так ладно хорошо ну а америка и сюда индейцы существовали потом короче индейцев всех перебили так и тут у нас ну чё мы можем также по старой схеме старая добрая тактика выставим своих бойцов вот суды это у нас органа или органа воины племен органа это чё типа полководец его так звать да но это далеко не копейщики их так не звали так хорошо вот кстати вражеский полководец у них есть два конных отряда конной лучники ну и конечно собственно сами лучники конные отряды отправляем суды так у нас а у нас только одни лучники к сожалению к великому сожалению учу бомжики давайте работать наша полковод сюда отправим конницу конницу свою наверно чуть-чуть по этот давайте поближе вот суды слушай у нас возможно будет там проблема с мало-мало бойцов для мало бойцов да у нас мало-мало-мало ну ладно еще мы тогда своего генерала отправим сюда и по поводу баррикад баррикады будем ставить вот сюда чтобы они шли а да кстати хорошая идея они сейчас будет брать баррикаду если они тупые конечно они будут пытаться взять баррикаду мы их здесь будем их обстреливать гениальная идея так ну что ж дорогие друзья давайте ускорим время чтобы все это дело не рассусуливать посмотрим у них есть конница наемные аварские пикинеры принципе такие же какие у нас они сейчас заберут эту вышку и ее разрушат полностью пока они идут мы видим обстрел они уже потеряли пять бойцов некоторых отрядах 6 уже и мы выйдем мы видим как они нас обстреливают это очень плохо ну-ка давайте один залп сделаем свистящий выстрел он влияет на застрельщиков давайте ребятки давайте давайте так вы подняли щиты ёптать и хера да да вы крутые ёптать вы обстреливаете классно они у нас оказывается лучники да ребятки ребятки щиты поднимайте ёптать дебилы работаем щиты подняли быстро достали щиты мать вашу щиты достали где ваши щиты подняли щиты так у нас проблема хорошо отправим сюда бойцов у нас тут прорыв так снимаем 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 вот этих вот бойцов расстреливаем блин жестко 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 они нас обстреливают ой как жестко ой-ой-ой такой позор римасенок кстати вот у вражеский полководец сейчас мы его снимем и все бы чики-поки пошел обстрел а так вот но давайте давайте стреляем стреляем душу вашу мотал чё на камеру смотрите он меня спалил только что смотрите чувак спалил то что его снимаю вот это да у скрытую камеру заметил вы представьте да тут уж на меня посмотрел перемотайте ребят кто видел напишите в комментариях так давайте дадим немного вот так вот типа маленькой иллюзии чтобы они попытались перехватить моего генерала смотрите они уже в клин стали сейчас они развернутся я понял куда они идут почему они такие тип тупые а я их высадил ёпты твою ж налево и биппическая сила ребят я и вы вот это фэйл вот это фэйл ну все давайте давайте я высадил вот это я дебил ну и и у моё спишется я сделал я вместо того чтобы они автоматически убегали твою налево так лам все 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 уводим уводим вводим конец уводим конец уводим конец уводим конец уводим конец уводим конец уводим конец я высадил вот это я дебил вот это я дебил твою мать они сейчас нас полностью все расстреляют мы берем да я дебил какой вверх берем более я взял высадил от дебилует так где ваши коняшки давайте коняшки вернем то обратно свои жестяк просто они мои коняшки то они походу разбежались садиков нет да они разбежались лана такого файла мне кажется еще ни разу не было а может бы даже было не помню хорошо вот смотрите видите вот они дебилы они пытаются забрать баррикаду нет 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 вот смотрите они они должны идти сюда это называется искусственный интеллект 21 век 2016 год скоро семнадцатый да и они пойдут назад час а хорошо какой хороший обстрел просто невероятный обстрел что у нас там записулечка идет идет запись улечка блин это конечно угар угар населись ему получилось так отправляем бойцов туды туда-сюда обратно всем приятно как они на жестко тут расстреливает а так лучники давайте вперед ай пошла мазута отправляем сюда подкрепление на сам жесткий обстрел пора мне кажется отправить уже своего полководца 1 на 1 на 1 на вражеского полководца 1 на 1 перекроем этих бойцов стреляем по лучником да уж надо же да вот так вот взять и профейли просто жесть это же римас любимая фраза подписчиков обстреливаю обстреливаю давай чё ну давай огни на это сделаем гребаный насос вот так вот как говорится мое любимое слово давай до свидания и этот вражеский бомж да мы его сняли прекрасно ну чё догоняем остальных бомжи милостые боги еще мгновение ух какой просто жесткий жесткий вася жесткий ну-ка обстрелами вертикально обстрел называется он не так уж прям эффективно но он очень хорошо подходит если вы хотите просто обстрелять любой отряд например чтобы он побежал там до свистящими пердячими выстрелами ну давайте ребятюли давайте 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 стрелать и как вертикальный обстрел опять пошел не потерять свой генерала во время обстрела у меня такое бывает кстати привыкайте вперед вперед ребятки вперед вот какой хороший обстрел пошел у вас посмотрите вот сейчас они должны сложиться вот видите у нас минус один это за то что мы попадаем под свой обстрел у они захватили вышку это прям рома романтично понятно как они так сделали то так скорость натиску атака против слонов стреляем стреляем угол не потеряется его полководца что-то на ум у нас жестко под обстрел попал 48 лучники в новобранцы давайте ребутюли давайте 20 все вот какой хороший обстрел ну-ка вперед догнали давайте давайте догоняем 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 потом залп душу вашу мотал опа все полностью всех разбили решили победы у нас было 1200 их было 640 не знаю зачем они так атакуют быстро да нет бы там собрать свои силы как-то уйти я не знаю куда-то в другую сторону набрать я не знаю там еще что-то ну без всех пленных все таки они остались я надеялся я думал что они так у нас еще очередное восстание хорватия гражданская война усталость от воин по всей видимости империи появляется в очередной раз и наш полководец повышает свой ранг сделаем у конечно же командира атака ближе бою для конницы подчиненные войскам кстати хороший перк берем его мне нравится элементы рпг в этой игре то что можно прокачивать разных полководцев даже армии если армии довольно часто выигрывает в разных битвах участвует в разных интересных операциях кусок поехали давай досвидос только на было атакующую наступательную вернее тактику применить так и тут мы получаем а я думал у нас ладно давайте еще раз хитрость рвение кстати вот максимальный уровень рвение натиск урон ближе бою урон восстановление особых умений минус 25 процентов с это дата хитрость что у нас тут получается защита стоимость содержание минус 4 процента для всех войск позволяет вести ночные бои на суше и на море стоимость обслуживания минус четырец процентов вот я никогда не докачивал а полководцев прямо до конца нам надо как-то попробовать потом это реализовать конечно же но в данный момент у нас стоимость содержания минус шесть процентов то есть 881 ну и мне кажется к следующему ходу будет у нас меньше затраты до минус 12 как же мне это бесит каждый раз надо вкладывать свои деньги на ремонт разных зданий после очередного восстания ай как его душу мотал так чё у нас тут происходит ребятки баварцы надо посмотреть отправить свою агенту туда ну чё у нас вроде бы более-менее так восстанавливается общественный порядок конечно же но не до конца с пищей у нас все хорошо посмотрим что мы с вами изучили налет сисак у нас сисаки налет налет что ли ах вы суки не дети зараза-то такие а фракции уничтожены аварские сепаратисты гражданская война сепаратисты побеждены гражданская война окончена так хорошо ну давайте сисаки за сиски возьмем и уничтожим этих ребят восставших потому что они тоже сеют смуту вот так вот ребят посмотрите теперь у нас сейчас порядок восстанавливается плюс 20 это из-за того что возможно давайте вот этих вот добьем сейчас быстренько было плюс 2 сейчас должно было будет чего вы видели все саки было плюс 20 только что на это за то чтобы бойцы тут находились да хорошо ну что ж подождите здесь у нас гарнизон и лагерь накопление усталости доход от налетов империи численность войск не нам надо гражданские что-то изучать богатство плюс 10 процентов от производственных построек от культурных построек большой лагерь лесорубов мельница здесь у нас есть глубокая медная шахта налоговая ставка плюс 2 процента коррупция от текущего значения плюс минус 15 процентов поместье с полями третьего уровня давайте тогда вот это дело изучим 9 ходов конечно придется проделать не знаю продержится мы до этого или нет так у губернатора налоговая ставка строим и стоимость строительства минус 10 процентов давайте ногу ставку еще плюс 3 процента сделаем и его у нас там показывает да мы можем еще одну губернатора нанять назначить вернее давайте нашего нас ли у нас наследник 17 лет он только что как говорится уже получил возможность занимать стать полководцем либо просто стать губернаторами а у губернатором сделал потом еще и к полководцам надо сделать потом поменяя хорошо это хорошая радость очень хорошая радость переселение рост давайте рост ему сделаем тоже ну что ж господа это была черная серия игры под названием total uratilla с вами был римос пока выживаем хотел обратить ваше внимание когда вы когда вы начинаете вернем на игру новую у вас появляются разные задания типа продержаться 20 ходов там продержаться 10 ходов это говорит что эта игра не просто так игра чтобы ты захватил весь мир эта игра чтобы ты мог существовать ну конечно если ты играешь на очень легком уровне то там либо на среднем да весь вариант то что ты захватишь весь мир но когда это играешь на лигдар ему в короче игра про выживание то есть ты должен сохранить свой народ свое государство суем по возможности создать свою империю но первое то что ты должен именно удержаться потому что это темный век жестокий век все пытаются захватить других в общем полный беспредел и вот в этой атмосфере ты должен сохранить свой народ впрочем какие некоторые мне все некоторые правители делают и в наше время тоже но у них к сожалению всегда получается и некоторым даже умирает за свой народ ну что друзья это была очередная серия total воротила всем удачи